Пожилые горожане – те соискатели, на которых у Ангарской биржи труда большие надежды. Ведь специалисты со стажем, пусть и в возрасте, имеют все шансы спасти город от кадрового голода. Тем более на их стороне с недавнего времени еще и буква закона. Закон вступил в силу у нас с 14 июля, где четко оговорено о дискриминации. То есть ни в коем случае нельзя ограничивать людей в поиске работы, нельзя прописывать информацию в вакансиях о возрасте более тому подобной дискриминации. Этот час чревато последствиями, то есть существует определенное наказание, уже административные штрафы. И наше ангарское предприятие уже одно пострадало. Поэтому пенсионерам, ищущим работу, сейчас только карты в руки. В центре занятости населения представлено более 4 тысяч вакансий, а вот безработными признано всего чуть более 600. Еще 100 рабочих мест в ходе ярмарки предложили 24 организации, нуждающиеся в специалистах различного профиля. Это воспитатели, врачи, медперсонал, инженеры и другие вакансии. Тут же можно было получить и консультации у специалистов управления пенсионного фонда. Вот в пенсионном фонде я поинтересовалась, там то, что меня интересовали вопросы, вот туда уже ехать не надо, считайте, вот я уже тут все узнала. Вот и так, ну вообще-то выбор есть, можно найти себе работу. К слову, в нынешнее время не находит работу только тот, кто не покидает свои квартиры, но и даже там работодатель готов предложить вакансии на дому. Вдобавок на ярмарке были представлены рабочие места по обслуживанию Сочинской Олимпиады с предоставлением жилья и социальными гарантиями. Ольга Лилибера, Владимир Селиванов, Местное время.